Все мы стареем, начиная с 25 лет. Поэтому нужно об этом знать. Иногда кажется, что нечестно, что мы пришли в этот мир, а у нас нет инструкции, как пользоваться этим физическим телом, которое нам дали. К сожалению, с 50 лет мозг начинает усыхать, в кавычках. То есть объем мозга начинает уменьшаться. С возрастом в человеческом теле начинает доминировать сухость. И вот что еще говорит доктор Манфред и Герасдорфер, что, к сожалению, мы все чаще регистрируем болезнь альгеймера. Вы знаете, я училась на втором курсе медицинского института, и подруга моя где-то в журнале нашла, что есть такая болезнь альгеймера. И кому-то мы из преподавателей задали такой у меня вопрос. Мы просто спросили, а что такое болезнь альгеймера? И на нас так посмотрели. О, они знают такую лейтую болезнь. И сразу к нам такое вот прямо сердечное отношение, что мы интересуемся. Сейчас это у каждого мы слуху, потому что, если раньше это было редкость, сейчас эти болезни, к сожалению, молодеют. И они являются прямым следствием неполноценного питания. Особенно пожилых людей. Потому что с возраста, я много раз об этом говорю, снижается выработка ферментов поджимуточной железы. Плюс есть такое возрастное нарушение микрофлора. То есть пища начинает намного хуже усваиваться, чем в вашем. И плюс из еды набрать на это невозможно. То есть те пожилые люди, которые к нам приходят, они настолько истощенные. И мы начинаем потихонечку восстанавливать ресурс. Начинаем детским комплексом. Улучшаем биоэнергетику. Я прямо даю джуниор 1 чайную ложку плюс омегу 3, 35 капель плюс. Конзинку 10, 18 капель. Два раза в день. То есть я увеличиваю дозировки омегов, конзиновку 10, чтобы как-то быстро поднять вот этот энергообмен. И люди быстро, прямо начинают чувствовать прилив силы и энергии. Это поразительно. Как вот наши партнеры рассказывают о своих родителях, которые не выходили из дома, не могли без отдышки спуститься с лестницы, не могли 100 метров идти на рынок. И вдруг они там бегают по всему уже городу. И энергия есть, и силы есть. Это такое счастье. И причем, смотрите, риск растет, если пожилой человек принимает еще фармпрепараты. Например, при лечении гастрита, потому что с возрастом начинаются проблемы с сердечно-сосудистой. При повышенном давлении, когда таблеток много, питание бедно, витамины и микроэлементы. То есть, понимаете, просто обогащая свое питание дополнительным питанием, на 30-40% можно уменьшить вот этот риск развития этих дегенеративных заболеваний. Это же, конечно, понятно, что есть какие-то наследственные, генетические факторы у всех по-разному. Но что-то мы можем исправить, а что-то не можем. Но если мы можем это исправить, то почему не исправим? К сожалению, с 50 лет мозг начинает «усыхать» в кавычках. То есть, объем мозга начинает уменьшаться. С возрастом в человеческом теле начинает доминировать сухость. И вообще тело теряет влагу. И это очень тяжело и плохо для всех органов, особенно для мозга. То есть, смотрите, человек растет в среднем до 25 лет. И мозг достигает какой-то своей плотности. И дальше человек живет активно, мыслит, что-то делает, реализует свои задачи. Мозг у него работает. Это период стабильности такой. Дальше начинаются возрастные изменения, связанные именно с дефицитами. И если мы это знаем, мы знаем, где соломки подстилены. Мы даем своему мозгу омегу-3. Потому что омега-3 – это структурная единица мозга. Мы даем мозгу то, из чего он состоит. Мы даем конзинку-10 для того, чтобы улучшить выработку энергии. Мы даем вещества, которые участвуют в биохимических процессах. Это позволяет сохранить мозг и интеллект. Но это же бесценно. Кому же хочется в улучши превращаться с возрастом. Вот профессор Манфреда Бежисдорфер говорит, что каждый год, начиная с 55 лет, объем мозга уменьшается примерно на полпроцента от общего объема. Но чем выше в нашем организме уровень омега-3, витамина группы В, витамина Д, которые отвечают за работу мозга, тем медленнее происходит этот процесс. И при этом Всемирная организация здравоохранения очень рекомендует пожилым людям не набирать вес, чтобы калорийность рациона была не больше 2,5 килокалорий. А если еды, соответственно, мало, еще труднее набрать вот эти ценные вещества. Смотрите, наши же ученые все и знают. И поэтому у нас омега-3 входит в программу базовый жизненный тонус. И чем старше человек, тем чаще ему даже нужно омегу. То есть даже не один раз в день, а по-хорошему два. К анзин-куде есть не один раз в день, а по-хорошему два. Это же мощная защита от инфарктов, инсультов, от сердечно-сосудистых заболеваний, от гипертонии, ишемии, аритмии и так далее. У нас в рейсторейте есть витамин Д, который очень важен. Опять же, у него настолько много функций, надо, наверное, про витамин Д, где мы все читаем. Активайз у нас содержит все витамины группы В, необходимые для питания мозга. И вот, понимаете, с возрастом очень часто вот какой-то порочный круг возникает. Вы знаете, я даже вижу на своих однокурпуках. Они не пьют ничего, кроме фармпрепаратов. И у них начинаются уже какие-то апатии, депрессии, связанные с тем, что мозг голодный. То есть голодный мозг, он не может быть позитивным и радостным, ему кушать хочется. Соответственно, он в апатии, с такой вот депрессией, а когда человек в апатии, в депрессии, у него аппетит еще снижается. И вот какой-то порочный круг, что вообще невозможно набрать питательных веществ. Поэтому, опять же, его надо разрывать продуктами дополнительного питания. И вот с возрастом, когда кушать особо-то не хочется уже, потому что нет таких физических нагрузок, как молодости, нет такого расхода. И что делать, чтобы получить у него все необходимые микронокриенты. А для этого в нашей компании есть продукты дополнительного питания. И вот прошей полный ванн – это вообще система с частичной заменой пищи. Поэтому можно просто развести две мерные ложки, которые есть в составе, в стакане воды или молока, и получить вот то питание, которое необходимое клетка, но без лишних калорий. И это очень ценно. И это очень хорошо, когда есть дома вот такие продукты с частичной заменой пищи. Я сама очень часто вечером уже прихожу с работы домой и понимаю, что такое время кушать уже как бы не надо, хочется что-то съесть. И, например, у нас дома есть такая фраза – «Чтобы такое съесть, чтобы ничего не съесть». И в таком случае вот очень удобно развести вот этот коктейль, даже одной мерной ложки на стакан молока взбить это все, добавить туда какой-нибудь фрукт, этого будет вполне усказать. Это как бы или стакан йогурта. Тоже очень хорошо. Все мы стареем, начиная с 25 лет. Поэтому нужно об этом знать. Иногда кажется, что нечестно, что мы пришли в этот мир, а у нас нет инструкции, как пользоваться этим физическим телом, которое нам дали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова